Всем доброе утро! Сегодня у меня на канале мини-влог. Сейчас у нас 6.20. Я решила снять и, возможно, даже сделать рубрикой, извините за мой голос, я проснулась 5 минут назад, видео о нашем завтраке, террасвидании с Денисом. Дело в том, что в один из моих влогов новогодних я вставила вот этот кусочек с нашего завтрака. Мне кажется, этот кусочек стал любимой частью вообще этого влога. Вообще, этой неделе влогов. И вы попросили иногда по возможности снимать вот такие видео именно только о завтраке. О том, что мы делаем, какие мы игры играем, как отвечаем на вопросы. А потом я решила, почему бы не начать с моей такой мини-подготовки и не показать бы вам еще мое утро, мои сборы, например, как я наношу макияж. И вот так и родилось это видео. Сейчас пупсик еще спит. Это я про Еву. На самом деле, Денис тоже еще спит. Он проснется в 7 где-то утра. К нам придет мама. И как раз с 8 до 10 у нас будет наше свидание. Вообще, у меня сейчас цвет лица максимально... Ну, максимально нездоровый, я бы сказала. Ну, потому что реально без солнца жить тяжко. Я это каждый раз ощущаю именно в январе, когда уже вот затянулась вся эта эпопея зимой, собственно. У нас просто днем нет солнца. Вот просто его. Просто нет. Белое облачное небо я сдавала витамин D свой. Несмотря на то, что я его пью ежедневно в дозировке нормальной. У меня дефицит, ну, практически дефицит. Я в свой утренний стакан воды теплый стакан воды. Точнее, в стакан теплой воды добавляю немного лимона и куркумы. И сразу заранее нанесу немножко спрея, особенно на кончике термозащиты, потому что мы будем делать небольшую укладочку. Немного припудрю лицо рассыпчатой пудрой в области Т-зоны. Контурирующая палеточка. Вот так вот. Ну, я сейчас все растушую, не переживайте. Как вы понимаете, моя любимая часть макияжа добавляем цвета. Конечно, после пробежки с утра этот румянец естественный. И не надо никакие румяны рисовать, но его тоже хватает ненадолго. Весь день он все равно не продержится. Так что прибегаем к помощи косметики. Ей в этом что-то ковыряется. Надеюсь, она будет спать до финала. Пока я не скажу все, я готова. В сочетании с румянами нанесу такие розовато-красные тени. Они тоже очень хорошо освежают, особенно если будет обильно тушь нанесена. И это очень быстро. То есть просто растушевать. Не нужно даже никакие складки века выделять. Я чуть-чуть добавлю блесток, потому что свидание все-таки. Немножко хочется блестеть. И блистать. Говорю в 6 утра. Я немножко дискотеку переставила. Она у меня была внизу. Ее совсем не было видно. Это такой проектор маленький. Стоит 1000 рублей. А создает такую атмосферу. Но особенно вечером. Я на самом деле совсем чуть-чуть добавляю карандаша. Прямо по направлению роста бровей. Как будто добавляю волоски. Буквально 1-2. И сразу растушевываю. Вот так вот бывает иногда. У нас второе включение. Проснулась Ева. Вот это всегда раз на раз не приходится. Либо она может вообще без меня спать до 9 спокойно. И я ей не нужна. Иногда, особенно когда я понимаю, что меня не нужно отвлекать с утра. То есть я буду занята. И думаю, хоть бы Ева спала, хоть бы Ева спала. Она обязательно проснется. Как будто чувствует эти переживания. Все считывает. И такая мама. Сейчас я уже не смогла с ней дальше лежать. Иначе мы бы никуда с Денисом не успели. И она проснулась. Пришла моя мама. Сейчас я быстренько докрашу ресницы. Выпрямлю волосы. И мы поедем. Мне очень нравятся прямые волосы. От природы у меня они немножко кудрявые. Ну вы знаете, как это всегда у девушек. Если кудрявые, хочется прямые. Если прямые, хочется кудрявые. Я использую выпрямитель от Philips. Это их такая новинка с технологией Sense IQ. Что это за чудо-технология? Сейчас расскажу. Цифровой эссенсор непрерывно сканирует ваши волосы и определяет их состояние, измеряя температуру. И на основе этого анализа он настраивает нагрев пластин индивидуально под ваши волосы, чтобы не допустить их перегрева. Итак, выпрямитель нагрелся за 15 секунд. Есть три предустановленных режима. Это бережный, стандартный и быстрый. Я выбираю бережный. Также здесь можно настроить просто температуру на свое усмотрение от 120 до 230 градусов. Вот этот, кстати, чехол, из которого я его достала. Он термоустойчивый, поэтому удобно, что прямо на него можно класть утюжок. А то обычно я все время боюсь, что что-нибудь спалю, то, что рядом лежит. Также здорово, что у выпрямителя есть система ионизации. Это когда снимается статическое электричество и волосы становятся еще более гладкими. И если присмотреться, то вы увидите плавающие такие пластины, которые позволяют равномерно прогреть всю прядь. То есть не бывает такого, что один участок слишком перегретый, другой не прогретый вообще. Ну что, укладочка быстрая готова, не прошло и 7 минут. Я его выключаю, надеваю наконечник, убираю в чехольчик и мы выходим. А еще надо губку надеть, потому что я сейчас без нее. Ты помнишь этот аромат? Вот этот. Привет. Фрустик! Папа! Поцелуете? Сладкая. Пока-пока. Пока-пока. Сели в машинку. Правда жизни в России. Каждое утро начинается вот так. Сейчас вообще какой-то аномальный у нас холод, минус 30, причем так долго держится. Смотрите, как прикольно кусочки снега отражаются на моем лице. Судя по тому, что вы мне пишете, сейчас по всей России аномальный холод. И самое интересное, что он не собирается заканчиваться. Каждую зиму обычно неделя такая супер холодная, но в остальном жить можно. А тут прямо месяц, уже больше месяца, наверное, холодрыга такая стоит. Очень греет мысль, что скоро мы уедем в теплые края. И немного хотя бы насытимся солнышком. Три. Три полосочки. Подогревая попки. Как Ева говорит, копки. У машины бампер сломался. Да, у нас утро не очень мне задалось. Я буду овся на блин с ягодным конфи. Зеленая гречка и даже. А можно, извините, попросить чуть-чуть потише сделать? Такое есть? Что еще, спасибо. Сразу пробу в чеху. Алис. Три. Дор. И твои бумажки на бумажках можем поиграть в слова, либо в балду, либо в виселики. Пять вариантов. Ну, и слова. Рассказываю правила игры в слова. На самом деле слова это самая такая, ну, одна из самых интеллектуальных, я бы сказала, игр. Если вам хочется просто, типа, по фану посидеть, то, наверное, это не самая лучшая игра для вас. Но она классная, она все равно нравится. Причем, что Денис с детства, у них была традиция в семье играть в эту игру с мамой, там, да, с бабушкой. И у меня точно так же. Я с бабушкой всегда играла. Вы берете одно большое слово, ну, или не обязательно большое, договаривайтесь, из скольки букв будете составлять слова из этого слова. Даете себе три минуты, например, по таймеру, и все, закрываетесь друг от друга и составляете слова. И вот, кстати, с чем я столкнулась с болью небольшой, то что у них есть свои правила какие-то. Типа, географические всякие названия, которые для нас были вообще табур, для них это наоборот круто, если они напишут название, там, какой-нибудь реки или города и пропишут это. А у нас это были запрет слова. Или, если слово идет подряд, например, слово «бутерброд», и ты хочешь составить слово «брод», то нельзя, потому что они идут подряд. Логично же. Ну, нет, там же есть другая «б», первая, ты можешь ее составить. Нет, главное, что ты ничего не придумываешь, просто в порядку написал, что уже... Ну, что, тоже хорошо. На внимательность играть. А еще то, что они ставили ограничения по буквам, например, от четырех букв. А я там привыкла, что я пишу двухбуквенные всякие. ОР, ОР. Интересно именно подумать, то есть не подряд писать кучу, чтобы... Ну, так-то, да. Не, сейчас мне интересный вариант, тем более мы с вами три минуты. Мы с бабушкой ограничились полчаса, наверное. Мы просто уходили вот так и писали. Листочек, ручка. А, нам нужно какое-то разделение. О, обычно мы что-нибудь берем вот из такого. Три минуты таймер и слово... Давай посмотрим вокруг. Заведение. Давай. От трех слов, да, можно? Если мы берем слова, где есть К, Р, вот это вот слово. Популярные гласные согласные. То там можно от четырех букв, а то и от пяти, да, ты делаешь. Еще три. Раз, два, три. Ну, мало, мало. Сложное слово. Теперь нужно почитать сколько слов у каждого. И у кого меньше, кто-то начинает считать первой. У меня девять. Двенадцать? Ого. И плюс два под вопросом. Ничего себе. Но, скорее всего, эти два под вопросом, ты их зачморишь. Да, я все зачморю. Ну, давай. Зад. Да, это мое первое слово. Зев. Нет, что это такое? Ну, Зев это... А, точно. Звание. Звание, офигенно. Вид. Нету. Вина. Есть. Низ. Есть. Двина. Есть. Все, река есть? Еда. Нет. Ива. Нет. Все? Да. Вена. Ого. Зина. Какая Зина? Твое растение, что ли? Вимя. Я даже стал писать. Мы имени не пишем. А, имени не пишем. Река Нева. Нева. Зина. Дзен. Дзен. Дева. Дива. Подожди, Дива. Дива. Это еще есть Дива. Да, да. Веда. Ладно, и теперь начинается под вопросом. Вас и Нева. Вас, блин. Сокращение. Окей, а машина Нева? Как ты уже говорил Нева. Нет, Нева это река. А Нева это машина. Тоже нельзя? Итого у меня от вас Дива, Дева, Веда, Дзен, Вена. Пять. И мне пять. Ну, сничья. Подожди, у тебя не шесть. Пять. Ты живота еще. Шесть. Раз, два, три, снизу, пять. Пусть. Ты победила, Девану. Обычно он побеждает. Не проснулся, наверное, еще просто бампер. Может быть. Когда ты расстроенный, мозг тормозит. Ты несли мой овся на блин. И капуч. А, и твой такос. Спасибо. И твой чай. Как ты считаешь, наши традиции свидания – это хорошая идея? А ты как считаешь? Я считаю, что да. Я тоже. Вообще, когда первый раз опубликовала, типа, иду там на свидание с мужем, написали, в смысле свидание, типа, с мужем как могут быть свидания. Просто для многих это удивление, что свидание, оно ассоциируется больше как, типа, ну, чем-то конфетно-букетным периодом, когда вы еще не вместе особо, ну, типа, на свидание пошел. А это, получается, вот такие наши выходы в свет. Это целенаправленная, я бы сказала, что это целенаправленная работа над отношениями. Какое самое страшное, самое жуткое место, где ты когда-либо был? Мне вспоминаются сразу же, вот я пытаюсь не думать, а типа, чтобы подсознание всплывало картинки, то есть, что мне выходит. Мне вспоминаются какие-то подвалы, то есть, подвалы, какие-то подъезды, вот когда раньше двери были не домофоны, знаешь, типа, просто вот так закроешься и там какой-нибудь бомж, блин, согреется зимой. Вот мне вот такое все пугало раньше, потому что, ну, в Тагиле таких подъездов было очень много, да, они сейчас даже, наверное, есть. Это страшно, вот это для меня страшно. А тебя что-нибудь пугало? Ну, что-то, наверное, выход выступать на публику. Да? Ну, как бы, не как бы, что ты умрешь. Страшное место, и ты вспоминаешь публику. А прямо, чтобы страшно, там, как в фильмах показывают, ну, наверное, не ровно. Да? А мне, да, вот если про сцену, я вспоминаю там со школы всякие выступления или в университете, мне страшно ровно до того, волнительно до того момента, как нога моя вступает на сцену. А ты только, что же на сцену, мне сразу кажется... Ну, у меня хуже сможет. Ты вступаешь, вот такая... Какой был самый сложный урок, который тебе пришлось выучить? Чисто можно видео только об этом снять, да, наверное? Ну, если не сильно вдаваться в подробности... То есть мой класс математика? Я знаю, я могу сказать, что, короче, не нужно помогать всем, пытаться всех спасти. Вот так. Сейчас пояснение небольшое. Когда ты начинаешь развиваться немножко, когда ты там что-то познал, да, думаешь, что вот ты сейчас можешь кому-то там помочь, есть такая ошибочка, обманочка, на которую ловятся люди, и я тоже в какой-то момент словилась, что типа тебе нужно помочь всем другим, то есть спасти других, условно говоря, там, родственников, которые точно им это надо. Но не факт, вообще далеко не факт. И ты, кстати, мне помог в этом плане, потому что ты когда-то мне сказал, что... Как ты думаешь, для какой работы ты рождена? Если вот не блогерцем заниматься, то туда пошла бы. Точно была связана с людьми, с людьми и с донесением какой-то информации, как мне кажется. Либо активная, например, фитнес-тренером я бы могла быть. Ну, если бы сама как бы выучилась, да. Я даже иногда думала реально, что если, например, мне все взбесит, я не захочу больше вести блог, я отучусь на инструктора йоги и буду это собирать, классы йоги. А ты бы какую работу так выбрала? Для какой работы ты рожден? Здесь даже важно не название, может быть, а для какой, типа информационный. Ну, что-нибудь рассчитывать, наверное. Рассчитывай, да. Ну да, у тебя очень аналитический скорб. Что-нибудь с рисками, какая-нибудь работа там, продумыванием. Оптимизатор. Да, что-то улучшает. Как бы ты провел день, если бы это был последний день твоей жизни? А, с тобой, наверное. Я бы проснулась. Реально, сейчас представить. Я бы постаралась, наверное, максимально прожить этот день в моменте, что ли. Но я бы на прощание все равно хотела бы, конечно, максимум времени со своими родными провести. Позвонить помаленечку всем. Привет, сегодня мне последний день. На пароли все передать. Деньги перевести. Ну, чтобы они потом банки не дошли. Чтобы вы понимали, наша разница мозга. Чтобы они в банке не застряли, чтобы не было проблем у тебя. Да, да, да. Ты не было проблем. Любимый, ты просто хочешь полежать, мне кажется. Да. Пришел на завтрак полежать со мной. Есть две команды. Тормоза и шок. Ты кто? Я тормоз. Поехали. Кошка. А маленькая? Шобака. Нет, животное тоже. Кошка за кем гоняется? Мышка. Компьютер. Кнопка. Процесс, когда он... Включение. Да. Чувак, который раскопки ведет. Археолог. Да. С инструментами у тебя. Он. Ну, с инструментами, да. Не мотоцикл, а маленький. Как самокат, да. Он. Бог. Да. Я проложил его до дома. По-другому. Такое модное слово. Ну, да. Слагаемое, слагаемое. Ночитание. Сумма. Да. Машина везет определенный... Ну, там много товаров, да. Я тебе устроил на день рождения. Сюрприз. Да. Звяка моя мама. Вот такие еще. Да. Дерево наше российское. Тоненькое. У меня к тебе оно есть. Я тебе полностью... Последнее слово. Не успела. Представляешь, было бы еще 14. Им нужно вот так вот лепить. Тесто. Нет. Ну, у Евы. Тепотелин. Мы с тобой ведем... Ты и я. Диалог. Юг и... Сапад, север, восток. Мы на ней спим. Крась. Диван. Спастель. Футболе передаешь другому. Гол. Пас. Тот, который в магазине тебе товар... Продавец. Кассир. От слова продавец, он такой, блин... Промоутер. Какая-то фигня какая-то. Предложитель. Продав и дальше... Продавец. Да, такого слова нет. Короче, он за всеми гоняется и убивает. Убийца, маньяк. Да. Бывает А, Б хуже, чем Орви. Ну, вот коронавирус. Гепатит. Нет. Ну, попроще. Вирус. Гепатит. Ангина. Ну, вирус, говорят, самый популярный. Орви и он же... Грипп. Да. С фрозами. Букет. Да. На ней плаваешь по воде. Поверхность. Лодка. Вон, у дома, сверху. Крыша. Да. Я за первое место дали ее. Медаль. 13-12. Так обидно. Можно поплакать? Ой. Температура пива на фестиваль октябрь фест. А, поменьше. Четыре. Четыре. Ну да, он же должен быть холодный, наверное. Сразу видно не бухарит. Да. Сорри. Хорошо, что мы проиграли. То было бы такие... Четыре. Город-ключ. Город-ключ. Может, Смоленск? Давай. Потому что он открывает там какие-нибудь эти... О. Аргентум. Аргентум. Я знаю, это серебро. Это серебро. Но это не наш вопрос. Они ответили золото. В черепе. Парных. Двое ноль. Четыре. Биолог. Я думаю, он цельный. Расклад. У нас тысяча. Тысяча. Такого в жизни не было, да? Да. По-моему, такого никогда не было. Мы просто расслабились чутка. На сегодняшний день править император. Япония. Давай. Я остаюсь здесь монтировать видео. Вас. Это самое. Виеишь? Да. Возьму, наверное, еще кофейка. Приглашайте ваши вторые половинки на свидания. Играйте в игры. Общайтесь. Отвечайте на вопросы. Улыбайтесь чаще. Скажу улыбайтесь чаще. Улыбайтесь чаще.